Время новостей на канале Регион 29. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня. 16 педагогов Северо-Онижска выясняют, кто из них учитель года. Лучшего отправят на областной этап конкурса. Спели, станцевали и встали на лыжи. В Малых Карелах дистанцию покоряли самые маленькие спортсмены. Летний формат сменили на зимний и на территории бывшего аэродрома в Катунино вновь взревели моторы. Но вначале о непростой ситуации, которая сложилась в Архангельском морском торговом порту. Со слов рабочих, новые руководители начали ухудшать условия труда и сокращать зарплаты. Тогда сотрудники порта решили создать профсоюз. Но от того ситуация стала еще хуже. Почему начальники и подчиненные потеряли общий язык, разбирался Михаил Меньшинин. В 2017-м к руководству Архангельского морского торгового порта пришли военные люди и, как полагается, принесли с собой уставные порядки. Общение директората и сотрудников практически прекратилось. Дальше больше. Работники стали жаловаться на сокращение зарплаты и рациона питания. Всегда был график сутки через трое. Люди привыкли уже работать. Переработки такой большой не было. Недоработки тоже. Делают сутки через четверо. То есть у нас получается недоработка и работники стали получать меньше. Потом издают приказ о том, что вы вообще будете работать сутки, а получается 22 часа. Подобные отношения к себе рабочие терпеть не стали и создали профсоюз. Руководству такая инициатива не понравилась. По словам вступивших в организацию по защите своих прав, начальство стало угрожать увольнением, простоем по работе, а кому-то даже предлагали денег. Лишь бы они покинули профячейку. Они хотят, чтобы мы вышли из профсоюза, прекратили нашу деятельность. Мы им мешаем. Понимаете, все, что происходит, мы боремся хотя бы за то, чтобы какая-то зарплата у людей осталась. Хотя бы прежняя, чтобы было питание, чтобы было нормально. По словам рабочих, они обращались даже в трудовую инспекцию, но там ответили, что в заявлении было изложено недостаточно фактов, чтобы провести проверку и посоветовали сразу идти в суд. Юристы профсоюза уверены, происходящее – это настоящая дискриминация. Помимо самоуправства, я бы сказал, признаки состава преступления – незаконное лишение свободы под страхом увольнения, под страхом лишения заработка, под страхом голодной смерти, в конце концов, поскольку единственный источник существования для работника – это его заработная плата. Руководство Порта с нами разговаривать отказалось, поэтому причина подобного отношения директора к своим рабочим остается известна только им. В профсоюзе убеждены – происходящее – это простая попытка сэкономить на собственных сотрудниках. Бороться с этим юристы профсоюза намерены в Европейском суде по правам человека. К другим темам. Они знают, как провести урок рисования без кисточек и карандашей, как превратить обычное занятие в настоящий спектакль и могут подобрать ключи к каждому ученику. В Северонежске прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». 16 педагогов представили свои наработки. Среди участников были и новички. Естественно, была большая подготовка. Очень волновалась. Но ни дети меня не подвели. Работали активно. Жюри оценила достойно, предложив свои замечания, чему я не примену воспользоваться. Конкурс проводился по четырем номинациям. Учитель года, воспитатель года, педагогический дебют и воспитать человека. Необычный урок провела Анастасия Волкова. С помощью пластиковых карт дети рисовали футуристичные города. Педагог уверена, если ребенок занимается искусством, он обязательно вырастет хорошим человеком. Победителем же в номинации «Воспитатель года» стала Жанна Рымша. В ярком наряде она познакомила детей с народными праздниками и провела мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Ведь не только дети, наши родители не знают сегодня о культуре русского народа. Ни о праздниках, ни об обычах. Поэтому мы хотим донести не только до детей, но и до родителей вот эту всю историю народа. Лучшие педагоги и победители в номинациях представят район на областном этапе. Они не так давно научились ходить, а в беге на лыжах уже и взрослые могут дать фору. На стадионе в Малых Карелах прошел детский лыжный фестиваль. О празднике детства и спорта расскажет Александр Ширеева. Это тот редкий случай, когда участники соревнований перед стартом не волнуются, а поют и танцуют. Мы уже третий год катаемся на лыжах, проходим по 5 километров. Синяя трасса самая наша любимая. Опыт Вики виден сразу. Даже падение не стало помехой для успеха. 60 метров за 26 секунд. Безоговорочная победа среди девочек 2015 года рождения. Среди мальчиков фаворитом считался Леша Овечкин из Архангельска, но в этот раз он только пятый. Месяц заранее готовили, настраивали. Морально и физически. У ребят постарше, задача сложнее, дистанция длиннее и конкуренция жестче. На старте Екатерина Зорина чемпионка 2017 года. И в этот раз статус королевы лыж она подтвердила. Ее результат 400 метров за 1 минуту 28 секунд. И несомненная победа среди девочек 6-7 лет. Радостью стала здесь. Я не верю, что я пробежала сама первая. 11-й детский лыжный фестиваль собрал на стадионе имени Владимира Кузина более 500 юных спортсменов. Две недели в Устьянском районе пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. Архангельская область не случайно получила это право провести чемпионат России, потому что благодаря таким мероприятиям, как сегодня, и рождаются будущие чемпионы России. Чемпионат России стартует в Устьянском Алиновке 30 марта. Целую неделю там будет красивый праздник спорта и азарта. Организаторы обещают, именитых мастеров лыж приедет немало. Александра Ширяева и Евгений Зыков. Регион 29. Праздник спорта прошел и в Катунино. На территории бывшего аэродрома Лахта вновь взревели моторы. Три десятка истинных фанатов автомобилей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района решили проверить на прочность себя и свои машины в джип-спринте. За перипетиями соревнований следил Алексей Карельский. За лихватские покатушки в Катунино событие традиционное, правда летнее. На сей раз организаторы решили закопать участников в сугробах, проведя первый зимний джип-спринт. Бывшую взлетно-посадочную полосу аэродрома превратили в буераки, в лучших традициях российских дорог. На это непаханное поле чудес вышла первая тройка игроков – машины категории «спорт». У них и колеса нештатного размера, и увеличенный клиренс, и проще внедорожные радости. Не пошли, а поковыляли. Западный железный конь потерял копыта. Отечественные придали новый смысл слову «спринт». Тише едешь, дольше копаешь. Чокнутые джиперы. Зачем вам это надо? Мы осознанно ломаем свои автомобили, и нам это нравится. Господа эксперты, что ваши коллеги делают не так? Медленно копают. Очень медленно. Очень медленно и не туда, куда надо копать. Прямо. Ну, уже прямо, а они копают вглубь. Оказывается, такие полевые работы вовсе не скомканный первый блин соревнований, а задумка организаторов. Им разрешено все. Хоть лебедку к деревьям цеплять, хоть сентраки подкладывать. То есть они могут использовать все возможные подручные средства, которым они готовились к соревнованиям. На прохождение дистанции отводилось 10 минут. Первый заезд занял больше часа. Две нивы, наконец почувствовав родственную связь, дотащили друг друга до финишной черты. Так и пересекли ее, рука об руку. Устали, тяжело. А так хорошо. Интересно, классно. Скажите, пожалуйста, в чем удовольствие? Пять метров ехать, полчаса копать? Испытание машины, людей. Испытывать терпение зрителей участники следующих заездов не стали. Трассу преодолевали за считанные секунды. Услугами первых лопатомахателей быстрее других воспользовался северодвинец Данил Скрябин на детище самураев. Честно говоря, очень сильно тоже волновался, особенно вот горки, где резкий съезд с них, да, и покрышки. Вот. Первый ряд покрышек, в принципе, низковатый, как бы сильно не парил меня. Вот второй ряд волновался. Взволнованный Данил победил в классе «Стандарт». В спортивном первенствовал Евгений Меньшиков на «Патриоте». Перуэтами на трассе потешили болельщиков и квадроциклисты. Их пони в маневренности не уступали полноприводным скакунам. Гораздо легче, более проворное, более легкое в управлении для меня. Снежную кашу своим квадроциклом лучше других намесил Игорь Преображенский. Вместе с кубками и медалями призеры, что вполне логично, после зубодробительной езды, получили наборы инструментов. Алексей Корецкий, Светлана Михеевская, Регион 29. Такие новости я не прощаюсь. Увидимся уже через два часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова